Началась партия с гроссмейстером из России. 2701. Защита каракан у нас. И сыграю вот вариант с конь f6. gf. Более редкий ход, нежели классическая слон f5. И на конь f3 уже слон g4 выйду. Дальнейший мой план будет это потихонечку уйти в длинную рокировку. Поставить слона d6, например, коня на d7. Обязательно таким образом расставится. И сделать 3 0 и потом, наверное, f5. Такой ход сделать пешкой, чтобы в будущем перевести коня через f6 на e4. Пока что длинная рокировка. Ну и теперь, наверное, уже можно f5. Хочу f4 позолкнуть. Нарываюсь на конь g5. Съедаю здесь и конь f6. Попутно защищаю пешку f7. Может быть, сгоню еще коня подальше, чтобы не мешался. И после этого залезу уже конем на e4. Таким вот образом. Атакую пешку c3 заодно. И здесь c5. То есть такой противовес поставлю, чтобы его пешки особо меня не нервировали на ферзьевом фланге. Хочет выиграть качество соперник, поэтому ладья g8. На 5, наверное, отвечу ферзь e7. Потому что под b6 попадать не очень хочется. Вскрывается линия a. И даже если белые там пожертвуют пешку, все равно у них будет очень большая компенсация. Возможно, даже матовая атака. Поэтому мне нужно как-то сдерживать эти пешки. То есть на b6 ответить a6. А наоборот, на a6 сыграть, скорее всего, b6. Чтобы попытаться как-то заморозить здесь игру соперника. Так, он забирает. И вот здесь вопрос, чем бить. Либо конем, либо слоном. Но коня с e4 вводить не хочется. Поэтому возьму все-таки слоном здесь. Поле c6 нашел соперник и залезает туда, скорее всего. Но у меня есть ход ладья d2. Не выигрываю ли я здесь фигуру? Хотя даже если выигрываю, это не отменяет того, что у белых очень большая компенсация на ферзевом фланге будет. Ферзь f3. Слона, конечно же, съедаю с удовольствием. И тут идет ход ладья d1. Весьма неприятная. Может быть, еще на f2 здесь съесть. Например, слон f2. Ладья f2. Ладья f2. Мне кажется, годится. Почему бы не обобрать здесь соперника? На король h1 там вообще слон g3 есть ход. Чуть ли не разгром просто. Взял слон g3. На hg бью конь g3. Хотя даже ладья g3, я думаю, с победой будет. Поскольку ферзь h4 от этой угрозы вряд ли спастись. Да, мне кажется, ладья d2 все-таки зевок был. Действительно очень грубый. Никакой контр-эгры здесь и нету вовсе. Наверное, это победа. На конь c6 просто бью ладья h2. Также выигрывает ферзь h4. Соперник решил взять hg. Конь g3. Король g1, например. Ну и я думаю, на этот ход могу просто конь e4 отойти. С последующим ходом ферзь h4. Это выигрывает форсированно. Думаю, что могу себе это позволить. Конь e4 вернулся. На конь g4 бью ладью, естественно. А на отход короля на h1 просто ферзь h4 с матом. Да, сдался соперник. Удалось воспользоваться его зевком.